Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Телевизионный продукт высокого качества, профессионализм и отзывчивость. Мы просоединяемся. Благодарность Крымского полуострова. Телерадиокомпанию «Анапа-регион» высоко отметили за участие во всероссийском проекте «Севастополь-наш». Прославляя традиции родного края, кубанский казачий хор выступил перед анапским зрителем. Уже не мы приглашаем коллективы для участия в «Библия ночи», а они записываются к нам. Когда в библиотеке можно пошуметь, тысячи анапчан приняли участие во всероссийской акции «Библия ночи». Анапа повергла Олимп с разгромным счетом 3-0. В пользу анапчан на курорте стартовал футбольный сезон. 21 апреля в России отметили День местного самоуправления, ближайший к населению ветви власти. В городской администрации чествовали ветеранов, которые обеспечивали работу городских служб в условиях, когда местный бюджет был практически пуст. На повестке дня уже не выживание, а развитие, хотя и сегодня решения повседневных задач не назовешь простыми. Председатель профсоюза работников образования в городе-курорте Дмитрий Байдиков принимает поздравления. В администрацию города он пришел в 1988 году. Спустя три года не стало Советского Союза. Было время, когда местный бюджет существовал только на бумаге. За организацию, которая нам поставила продукты, мы ездили, за нее взаимозачет делали по электроэнергии и по газу. Вот, казалось бы, почему мы за них должны, но мы им не платили деньги. При этом приходилось принимать непростые решения. В середине 90-х нужно было выбирать либо прежняя структура с отдельным городом и районом, или единый муниципалитет. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот, муниципальный район, город Анапа, да, или муниципальное образование, город-курорт Анапа. Сегодня есть разное, ну и статус, конечно, дает другие возможности, все-таки развитие курорта. Мы бы могли потерять ту градообразующую отрасль, это курорт. Сегодня мы его сохранили, который дает возможность развиваться городу и в дальнейшем, городу, району. Принять правильно, грамотно, правительское решение, когда и сроки поджимают, и край там уже просит настойчиво, так нахнулив, они умеют настойчиво просить. Да, и в то время нужно было просчитать все, продумать и принять такое правительское решение. Это, конечно, нужно было подготовку, квалификация, профессионализм. Похожая история есть у каждого, кто находится в зале. При этом муниципалитет во всех смыслах – ближайшая инстанция. Сегодня ваша компетентность, ваша обязательность, ваша быстрота исполнения тех или иных вручений или тех или иных заявлений. И просит сразу, конечно, сказываться на жизненном уровне наших граждан и, конечно, на их настроении. Валерий Королев отметил, что в зале много молодежи. Многие из них сегодня участвуют в работе территориального общественного самоуправления. Это, в том числе, и прямой канал связи между муниципалитетом и населением. Это своего рода лифт, лифт из низов вверх, кто захочет, допустим, показать себя, проявить себя. И это вот в этом случае тогда дорога молодежи. И поэтому молодежь тоже вступает, чтобы себя показать, во-первых. Ну, а во-вторых, это, если уже человек просто не стремится, часто попадается и молодежь, которая именно болеет душой за свое село, за свой поселок, за свой хутор, как вот у нас. Общественному и местному самоуправлению вместе предстоит решать задачи по дальнейшему развитию города-курорта по-своему непростые и интересные. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Символ победы в каждой руки. Сегодня в Анапе стартовала акция «Георгиевская лента». Волонтеры вышли на улицы курорта, чтобы раздать анапчанам символичный знак памяти о подвигах героических предков. Традиция «Прикреплять на одежду черно-оранжевую ленточку» существует уже 13 лет. Если коротко, она означает «Я помню и горжусь». В Анапе акция пользуется популярностью, прохожие сами подходят за атрибутом. Акция – это довольно популярно уже. И в городе уже всегда в преддверии 9 мая уже люди нас ждут, волонтеров на центральных улицах, на площадях. Поэтому сегодня мы вышли, люди активно нас встречают, берут ленточки и для себя, и для родственников, и для друзей. Поэтому я думаю, что акция пройдет так же активно, как и прошлые годы. В акции принимают участие люди самого разного возраста, от школьников до пенсионеров. И каждый считает своим долгом прикрепить символ на грудь и обязательно принять участие в мероприятиях 9 мая. Эта акция для нас очень много значит. Мы к этому относимся действительно, что заслужили победу и должны хранить мир. Вспомнить о тех, кто отдал свои жизни за это. Сколько пришлось горли всем вынести. Поэтому всегда память, сохранять памятники. И вот эти георгиевские ленточки, они напоминают как раз об этом событии. Мы чтим эту память и каждый 9 мая мы обязательно ходим на возложение венков. То есть это уже традиция нашего города. И спасибо всем, кто придумал эту акцию, кто раздает эти ленточки. Я думаю, что это очень хорошее и благое дело. С сегодняшнего дня и до 9 мая волонтеры будут раздавать георгиевские ленты на площадях и центральных улицах курорта. Наша телерадиокомпания получила благодарность от председателя законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтыбаевой. Анапа-регион приняла участие во всероссийском проекте «Севастополь-наш». Масштабная акция была посвящена событиям русской весны и приурочена к четвертой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В реализации проекта участвовали телерадиокомпании 12 регионов страны. Кубань представил наш медиахолдинг «Анапа-регион». Вручение благодарственного письма прошло в законодательном собрании Краснодарского края. Мы благодарим вас за предоставленный телевизионный продукт высокого качества, профессионализм и отзывчивость. Мы просоединяемся. Накануне делегация депутатов законодательного собрания Края вернулась к конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая проходила в Ялте. В этом году Крым передал свои полномочия по председательству Краснодарскому краю. Нам предстоит в течение года продолжить то, что было сделано крымчанами. Ну и, естественно, с присущим нам, кубанцам, усердием сделать так, чтобы наша работа получила не менее высокую достойную оценку. Я уверен, что весь корпус законодательного края с этой задачей справится. Анапские казаки приняли участие в главном торжестве, посвященном 27-й годовщине реабилитации казачества. Анапчане в первых рядах прошли в составе парада Кубанского казачьего войска. Коробка казаков Анапского районного казачьего общества и две коробки юных казачат во главе с атаманом Валерием Плотниковым очеканили шаг в парадных колоннах по главной площади столицы Кубани. Всего в параде приняли участие около 6 тысяч казаков и 4 тысяч учеников казачьих классов, кадетов, участников Союза казачьей молодежи Кубани. Честь пройти в рядах казаков выпала воспитанникам казачьих классов 12-й школы станицы Анапской и 6-му классу 18-й казачьей школы села Юровка. За свою историю казачество пережило разные времена. От триумфа до забвения. А сегодня вы снова стоите на главной площади Кубани. Храните и защищайте нашу Кубань. Слава России! Слава Кубани! Слава Кубанскому казачьему войску! Казачество всегда было, есть и будет опорой и поддержкой государства. У нас единая цель и единое понимание того, каким путем необходимо следовать во имя процветания нашего российского народа. И никто нас не собьет с намеченного пути. После торжественного парада казаки почетного караула отправились на возложение гирлянды памяти к вечному огню на площадь памяти героев. А юные анапчане посетили Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Фелицина. Аншлагом и бурными овациями анапчане встретили артистов Кубанского казачьего хора. Концерт состоялся в городском театре. Гастроли посвящены 80-летию художественного руководителя коллектива Виктора Захарченко. В зале и за кулисами побывали наши корреспонденты. Можешь? Нет, мне одну. Спасибо. До начала концерта не более получаса. По другую сторону сцены первые зрители. Я очень давно хотела послушать этот хор, потому что очень давно знаю, наслышан о нем, о его истории. И это наши легенды. Ольга Коткова пришла с внуком. Он уже знает несколько песен из репертуара прославленного коллектива. Кристина Белухина, исполнительница народных песен, училась в Краснодаре. В хоре много друзей. Пришла сама и пригласила бабушку. Позвонили Кристине, что будет выступать. И мы тут же собрались и взяли пилеты. Я очень счастливая, что живу на Кубани и слушаю наши песни. Это наша визитная карточка, я думаю, Кубанский хор. Репертуар, фактически история казачества в песнях и танцах, освоение Кубани, участие в многочисленных войнах. Из-за важных камня, каждая реченька течет. Коллективу более двух веков, а его нынешнему художественному руководителю Виктору Захарченко этой весной исполнилось 80 лет. Как говорит наш руководитель, все те люди, кто за 200 лет в коллективе был, они поют через нас. Жизнь Валерия Медведева 35 лет назад изменил случай. Из 12 человек взяли его одного. Коллектив готовился к конкурсу в Москве. Срочно нужен был бас. Сегодня у артиста двое детей, двое внуков, напряженный гастрольный график, но стареть некогда. С каждым годом что-то новое в коллективе. С каждым годом занимаемся творчеством чем-то новым. И это новое всегда раскрывает тебя по-новому. Если раньше была там, допустим, песня-танец и все, то сейчас уже, скажем так, полотно делают. Так, анапчане приветствовали практически каждый номер в зале «Амшлаг», а значит, есть повод приехать еще раз. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Седьмая библионочь в Анапе порадовала более 6000 книголюбов. Во всероссийской акции приняли участие все библиотеки города-курорта, а также дома культуры, клубы, музеи и школы искусств. «Магия книг» – так называлась программа в этом году. Прочувствовать все многообразие литературного мира и окунуться в волшебство сказочных произведений посетители смогли через тематические мастер-классы, творческие вечера и встречи с анапскими писателями. Чтение книг под звуки музыки. Посетителей Центральной библиотеки встречал Анапский духовой оркестр. Сотни человек от мала до велика собрались на площадке, чтобы принять участие в увлекательных мастер-классах и узнать больше об истории родного края. Сегодня из закрытых фондов библиотеки представили несколько экземпляров прошлых столетий. Старт мероприятию был дан еще днем. По улицам города проехал библиомобиль. Для жителей провели познавательные викторины на тему истории Кубани. «Библия-ночь» уже пользуется популярностью и у жителей, и у гостей города-курорта. Уже не мы приглашаем коллективы для участия «Библия-ночи», а они записываются к нам и предлагают свои услуги для того, чтобы встретиться с читателями и с будущими читателями в том числе. 2018 год объявлен Перекрестным годом России и Японии. В одной из секций посетители смогли больше узнать о таинственном Востоке. Алина Трекашная жила в стране восходящего солнца почти два года. Увлекается изучением истории и культуры этой страны. На «Библия-ночи» она оформила свой восточный уголок. Эти вещи – ручной работы. Все они из Японии, некоторым предметам более полувека. Например, вот эта маленькая фигурка – это старинный вид человека, который занимался рисом. Это его одежда, то, как он выглядел, довольно грубая форма, как это привыкли мы, что люди рабочие, простые. И, собственно, все то же самое было в Японии. Занятия по душе нашли и маленькие читатели. В детской юношеской библиотеке аниматоры приготовили для юных зрителей спектакли и викторины. Ребят постарше заинтересовала творческая секция. Здесь рукодельники освоили новую технику создания декоративных украшений. Никто не ушел без волшебного лотоса, сделанного своими руками. Ну, мне очень нравятся атласные ленточки, они очень красивые. Я увидела розовый цвет и думаю, ну все, я буду делать эти лотосы. Можно приложить сюда, можно приложить сюда. То есть можно использовать как бутоньерку в свадебном аксессуаре. То есть это очень многофункциональная, эффектная и очень простая вещь. Одной из главных тем библионочи стало 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В библиотеке пришли ветераны, чтобы рассказать о нелегкой судьбе Анапы молодому поколению. Археологический музей Горгипия оформил стенды с историями анапских героев. Их имена навсегда вписаны в книгу памяти. Эксклюзивную выставку организовали и в самом музее. Эти книги были написаны два века назад. Их выставили из закрытых фондов специально по случаю мероприятия. Как показывает статистика, акция с каждым годом становится популярнее. На седьмой библионочи побывали более 6 тысяч жителей и гостей города. На тысячу человек больше, чем в прошлом году. Никита Бойко, Ксения Сипко, Руслан Душевский, Анапа. Регион. В Анапе торжественно открыли футбольный сезон. Команда города-курорта сыграла с клубом «Олимп» из станицы Северская. Так открывали футбольный сезон в Анапе. Соперниками в первом матче турнира на кубок губернатора стал «Олимп» из станицы Северская. Это соперник такой же, как и мы. Поэтому не принципиальный, мы их не боимся. Они тоже, ребята, я думаю, будут биться за каждую. Тем более первая игра. И мы будем у себя дома стараться их победить. В минувшем турнире анапчане заняли четвертое место в группе. В новом задача максимально порадовать болельщиков. Выходить и каждый матч играть, выкладываться, выигрывать. Особо нет никаких задач. По традиции команды на поле выходят вместе с юными футболистами. Турнир открывается в год, когда Россия будет принимать футбольное первенство мира. В Анапе построены тренировочные базы. Две спортивных площадки, довольно-таки замечательных, которые построены как будущее и как наследие для города-курорт Анапы, будут переданы нам, сюда, в муниципальное образование. И будет эта замечательная база, нисколько в этом не сомневаюсь, где будут тренироваться наши юные футболисты, которые сегодня займут достойное место, как смены наших футболистов, которые достойно выступали во всех чемпионатах. В активе воспитанников детско-юношеских спортивных школ города-курорта в минувшем году первое место на открытом первенстве Краснодарского края по пляжному футболу. Сразу четыре медали высшей пробы с открытого турнира в Крыму привезли анапские мальчишки. Уже в этом году мини-футбольная команда города-курорта вышла в финальную часть первенства России среди юношей. В начале игры команды обменялись острыми атаками, однако уже ближе к середине первого тайма стало заметно, что инициатива постепенно переходит к анапчанам. Итоговый счет 3-0 в пользу команды города-курорта, но это еще только начало сезона. Основные баталии по-настоящему футбольного года еще впереди. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Далее короткая информация о погоде на завтра. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8 992 336 07 93, 8 992 336 07 94. По прогнозам синоптиков, 24 апреля в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 13-16 градусов выше нуля. Ночью до 12 градусов тепла. Ветер южный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 13 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. КОНЕЦ